Решение неравенств с одной переменной. Иррациональные неравенства. Ранее мы рассматривали простейшее иррациональное неравенство. Сегодня на уроке мы рассмотрим решение более сложных неравенств вида квадратный корень из f от x меньше g от x и квадратный корень из f от x больше g от x. Рассмотрим решение неравенства квадратный корень из f от x меньше g от x. Обозначим его номером 1. Во-первых, ОДЗ неравенства задается условием f от x больше либо равно нулю. Во-вторых, правая часть первого неравенства должна быть положительной, то есть g от x больше нуля. При g от x меньше либо равно нулю первое неравенство не имеет решения. В-третьих, обе части первого неравенства не отрицательны, поэтому их можно возвести в квадрат. При этом знак неравенства сохраняется f от x меньше g в квадрате от x. Таким образом, данное рациональное неравенство равносильно системе неравенств. f от x больше либо равно нуля. g от x больше нуля. f от x меньше g в квадрате от x. Задание первое. Решить неравенство квадратный корень из x плюс 2 меньше x. Это неравенство равносильно системе неравенств. x плюс 2 больше либо равно нулю. x больше нуля. x плюс 2 меньше x в квадрате. Выполним преобразование в первом и третьем неравенствах. Получим систему, в которой x больше либо равно двум, x больше нуля, x квадрат минус x минус 2 больше нуля. Решим квадратное неравенство графически. Для этого найдем корни квадратного трехчлена. x квадрат минус x минус 2. Получим x первое равно минус единица. x второе равно двум. Геометрическая модель помогает найти решение неравенства. x меньше минус одного и x больше двух. Имеем систему неравенств. x больше либо равно двум. x больше нуля. x меньше минус одного и x больше двух. Тогда решение системы, а значит и данного неравенства, открытый числовой луч от двух до плюс бесконечности. Ответ. Открытый числовой луч от двух до плюс бесконечности. Задание второе. Решить неравенство. Квадратный корень из x плюс 18 меньше двух минус x. Это неравенство равносильно системе неравенств. x плюс 18 больше либо равно нулю. 2 минус x больше нуля. x плюс 18 меньше квадрата разности двух и x. Выполним преобразование в каждом неравенстве системы. Получим систему, в которой x больше либо равно минус 18. x меньше двух. x квадрат минус 5x минус 14 больше нуля. Решим квадратное неравенство графическим способом. Для этого вычислим корни квадратного трехчлена. x квадрат минус 5x минус 14. Получим x первое равно минус 2, x второе равно 7. Геометрическая модель помогает найти решение неравенства. x меньше минус 2 и x больше 7. Итак, имеем систему неравенств. x больше либо равно минус 18. x меньше 2. x меньше минус 2 и x больше 7. Тогда решением системы, а значит и данного неравенства, является полуинтервал от минус 18 до минус 2, включая минус 18. Ответ. Полуинтервал от минус 18 до минус 2, включая минус 18. Теперь обсудим решение неравенства квадратный корень из f от x больше g от x. Во-первых, ОДЗ неравенства задается условием f от x больше либо равно нулю. Во-вторых, правая часть неравенства может быть и отрицательной, и неотрицательной. Поэтому рассмотрим два случая. Если g от x больше либо равно нулю, то обе части неравенства можем возвести в квадрат, и f от x больше g в квадрате от x. Имеем систему неравенств. f от x больше либо равно нулю. g от x больше либо равно нулю. f от x больше g в квадрате от x. Можно заметить, что если будет выполнено третье неравенство, то будет выполнено и первое, поэтому его можно опустить. Тогда получим систему неравенств. g от x больше либо равно нулю. f от x больше g в квадрате от x. Если g от x меньше нуля, то неравенство считается выполненным, так как квадратный корень из f от x больше либо равно нулю. Имеем систему неравенств f от x больше либо равно нулю, g от x меньше нуля. В-третьих, таким образом данное иррациональное неравенство равносильно совокупности двух систем неравенств. Первая система. g от x больше либо равно нулю, f от x больше g в квадрате от x. Вторая система. f от x больше либо равно нулю, g от x меньше нуля. Задание четвертое. Решить неравенство квадратный корень из x в квадрате плюс x минус 2 больше x. Решение. Данное неравенство равносильно совокупности систем неравенств. Первая система. x меньше нуля. x квадрат плюс x минус 2 больше либо равно нулю. Обозначим ее номером 1. Вторая система. x больше либо равно нулю. x квадрат плюс x минус 2 больше x квадрат. Обозначим ее номером 2. Решим первую систему неравенств. Для решения квадратного неравенства x² плюс x-2 больше либо равно нулю, вычислим корни квадратного трехчлена x² плюс x-2. Получим x первое равно минус двум, x второе равно единице. Геометрическая модель помогает найти решение этого неравенства x меньше либо равно минус двум и x больше либо равно единице. Имеем систему неравенств, равносильную первой. x меньше нуля, x меньше либо равно минус двум и x больше либо равно единице. Решением этой системы, а значит и первой системы совокупности, является числовой луч от минус бесконечности до минус двух. Решим вторую систему неравенств. x больше либо равно нулю, x² плюс x-2 больше x². После равносильных преобразований получим систему неравенств. x больше либо равно нулю, x больше двух. Решением этой системы, а значит и второй системы совокупности, является открытый луч от двух до плюс бесконечности. Решением совокупности системы неравенств, а значит и исходного и рационального неравенства, является объединение числового луча от минус бесконечности до минус двух и открытого числового луча от двух до плюс бесконечности. Ответ. Объединение числового луча от минус бесконечности до минус двух и открытого числового луча от двух до плюс бесконечности. Сегодня на уроке мы изучили алгоритм решения иррациональных уравнений вида квадратный корень из f от x меньше g от x и квадратный корень из f от x больше g от x и научились его применять к решению примеров. На следующем уроке мы изучим разные способы решения неравенств с модулем. Продолжение следует...